Друзья, привет! Ну что, мы будем с вами охотиться на самые вкусные, сладкие варианты на авторынке, чтобы купить их для перепродажи и на этом заработать. Охотиться, кстати, мы будем с помощью вот такого толщиномерчика CarSys. Кому нужен толщиномер, ссылочки в профиле, страница в Instagram, переходите туда, покупайте. Первая машина, которую поедем с вами смотреть, это будет Cherry Tiggo 2007 год. Владелец говорит, все, вот один хозяин, машина прям очень хорошая, пороги целые. Ну, есть немножко гниль, жавчина, для них это нормально. Но заявлено, что тачка классная. Поехали, посмотрим, я думаю, что на месте все станет ясно. Ну что, час по московским пробкам уже позади. Пятница вечер, это просто какая-то лютая дичь. Если ехать с юга Москвы в Щелково, это 2 часа, то есть остался еще час. Это трэш, надеюсь, машина будет там хорошая, потому что у меня очень большие сомнения подкрадываются после часа дороги. Там Рану назову. Там Рану, ага, Григорь. А ты говоришь, это сделал, а тут не сделано, да, получается? Я же говорил, не сделал. Я просто правой стороны, вот это я сделал, он был, бордюры ударился он, и, блин, все. А мы, ребята, мы, ребята, все, где-то 27-23. Я понял, нет, Добрам, просто смотри, мы как раз с тобой общались, ты мне говоришь, я сделал, ну, как бы бочину, а здесь, получается, крыло-то делать надо, бампер делать надо. Слушай, ну, а пороги, вот это что такое? Ну, пена там. Ну, это жесть, Добрам. Ну, я же спрашивал, говорю, пороги целые, ты говоришь, ну да, там, на дырка, но это же не целые пороги. Слушай, ну, нет, ну, тут пороги надо борить, перед делать, а резина только эта, да? Есть, если что, это-то зимняя, нормальная зимняя, нормальная, пороги это жестко, конечно, потому что пена их. Давай заведем, посмотрим, что там. Слушай, ну, спереди гнилая, внутри тоже вся она, да? Катимся, можно за рулем. Если не секрет, а ты ее за сколько покупал? 156, но 150, документов 150, я вложил на нее здесь. Слушай, а почему там она на фото же целая была, почему-то ее подбитую такой. Не целая. Не целая, да? Я поставил на вторую потом. Вторая, да, у нее что-то хрустит? Я в первую машину ее не ставлю. Да? Прямо, прям, со стороны. Посмотрел я машинку, вот теперь посмотрите сюда. Два часа ехать обратно. Два часа я ехал к нему и два часа обратно. Четыре часа просмотр конченых дров. Знаете, я бы не был так опечален, если бы он по телефону мне сказал, что, слушай, пороги умерли. Машина, ну, мягко говоря, как бы уставшая, бочину, там, крыло надо делать и так далее. Он мне скинул фотки, где это все в нормальном состоянии. И он мне по телефону сказал, я сделал бок, пороги целые. Ну, есть на дверях как бы гнильца, но это нормально на дверях. Если бы я это все знал, я бы и не поехал к нему. Он решил это не говорить. Как вы видите, четыре часа времени из-за вот подобных, я не знаю, как называть таких людей. Хочется как-то по-хорошему, ну, персонажа. Вот почему не сказать нормально по телефону? Я реально вот всегда стараюсь по телефону говорить, ну, плюс-минус как есть. Тем более, когда человек говорит, я еду там издалека по пробкам. Ну, скажи, ну, я его просил, говорю, скажи как есть, чтобы, ну, не кататься просто так. Так и еще по телефону цена была 120, а на месте он мне говорит, ну, 130 я минимум отдам. Вы примерно поняли, что я ему озвучил, что так не надо поступать, друг. Это некрасиво, плохо и нехорошо. Ладно, поехали домой, два часа еще дороги. Следующий экземпляр, который мы поедем смотреть, Ford Focus, 2010 год, рестайлинг, 2 литра на автомате. Заявлено, что максимальная комплектация машины в родной краске, 110 родного пробега, варик вообще очень интересный. Ну что, мы подъехали, это очень крутое место. Это центральная часть Москвы, Москва-Сити рядом, Кутузовский проспект. Я думаю, что просмотр будет интересный. Заявлено было там что-то не в идеале. У нас что, бампер притерт? Что-то зазоры по капоту мне не очень нравятся. Там как-то больше. Вот такая вот птичья история. Стекло треснутое. Машина стоит долго. Смотрите, сейчас я тормозные диски вам покажу. Вы видите, да, они заржавели все. Все здесь ржавое. Дальше у нас такие царапины есть неприятные. Но пока у нас все в родне. Это радует. Кстати, толщиномерчик видите, да, у нас какой? Вы помните, что и где надо покупать. Ссылочки в описании. Тут у нас все родное. Здесь у нас вот эта болезнь фордов. Притертость по бамперу. Хочется красить бампер, переднее крыло, заднее крыло с переходом и задний бампер. Все родное. Родное стоит долго машина. Комплектация, конечно, неполная у нее. Пробег видно родной там, да, небольшой. Но комплектация вообще пустая она на самом деле. Посмотрите, вот эти визиточки, вот, выкуп авто. Они тут не нужны. Потому что выкуп авто уже здесь, ребятки. И вот эти вот тоже, смотрите, паутинка. Все это, извините, пожалуйста, парни, конкуренты. Но как бы уже поздно пить боржоли, как говорится. Да, она в родне вся. Блин, как мне нравится, работает толщиномер. Он такой быстрый. Я раньше, да, хватит, он напихали. Смотрите, напихали это везде. Забрал фокус. 333 тысячи рублей. Символическая цифра, но она хорошая. Мне нравится эта цифра 333. Я не стал даже спорить. Думаю, пусть будет хорошая цифра и в договоре. И у меня останется хорошее впечатление. Смотрите, зато какой видочек. Форд простоял 5 лет в гараже. Причем реально. 110 тысяч родной пробег. И еще год он простоял на улице. В родной краске. По факту два владельца. Там третья запись, это вступление в наследство было. Машина, ну, прям свежак по всем показателям. Ну, единственное, что комплектация очень пустая. Ну, знаете как, я придерживаюсь такого мнения. Лучше пустая комплектация, но живая хорошая машина, чем, блин, она будет на максималках. Но при этом всем уставший экземпляр. Итак, опять какой-то ДТП. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какое ДТП. Вы посмотрите, господа, какое ДТП. Очень серьезное опять. Опять центр, опять Москва. Ну, что, вы видите, какая ситуация происходит. Сейчас на колесики подкачать доехал, грубо говоря, ближе к дому. Здесь, конечно, куча всего. Куча крутохлама в машине. И еще есть фишка, которая случилась очень неприкольно. Из-за того, что здесь была снята клемма аккумулятора, магнитола заблокирована. Я посмотрел 100-500 способов, как ее разблокировать. Пока ни один не сработал. Ну, короче, надо будет заняться с магнитолой, заправить кондей. На самом деле, вроде по мелочи, но какие-то работы требуются. Ну, да, вид у нее сейчас страшный. Смотрите, какой. Давайте покажу спереди. Смотрите, какой ужасный вид у нее. Но я вам скажу, это временно. Вот сейчас мы и займемся с вами. И через несколько минут в этом же видео, я думаю, она очень сильно преобразится. И будет совершенно другой машиной. Потому что, бывает, приезжаешь смотреть такие тачки, понимаешь, что насколько все ужасно, а потом в реалии все гораздо проще. Короче, ладно, качаем, ребят, колесики. Задача у нас следующая. Заправить кондиционер. Он сейчас у нас не работает. Скорее всего, по причине того, что просто в системе мало фреона. И из-за этого он не работает. Потом нам нужно вести порядок в машине. Ну, убрать весь хлам, барахлишко. Помыть ее, купить колпаки. В общем, отфоткать. Ну, короче, все по стандартному сценарию. Поехали. Ну что, кондей работает, холодит вообще супер. Прям бомба. Вот, видите, когда машина долго простоит, потом происходит так, что просто может кондей не работать. Сберем вот этот хламчик, который есть. Очень часто встречаю вот такую штуку. Смотрите. Раз, два, три. Где-то еще были. Четыре. Можно вообще коллекцию очков, прикуривателей, ручек. Открывать музей перекупа. Вот такие постоянные находки в машине. Люди просто забивают, дают машину с барахлом. Вот, что с этим делать? Не знаю. На авито выставлять, продавать, выкидывать. Куча уже очков повыкидывал, куча разных моментов. Или, может быть, разыгрывать среди подписчиков. Я уже не знаю. Барахлишка сзади у нас маслица. Еще несколько канистр достал уже. Вот, на самом деле, постепенно, постепенно образуется вот такая штука. Когда вы занимаетесь тачками, у вас в гараже масло, антифризы. Это все со временем накапливается. Видите, вот то же самое. Вот тут колеса, резина. Что-то люди не оставят в машине. Вот синема какая-то еще. Короче, вот такой вот склад получается. Мини-склад. Очень хороший наборчик оставил человек вот здесь. Его я заберу даже домой, наверное. Вот лопата. Лопата, кстати, прикольная лопатка. Колпаки, колпаки. Есть вот такие. Ну, это стремные, мне кажется. Есть банально простые. Вот эти вообще ужасные. Вот такие колпаки. 1200 рублей. Вот так примерно это выглядит. Ну, это лучше, чем вообще без колпаков. Конечно, диски бы в черный покрасить. Там снизу, чтобы не так ржаво выглядеть. Ну, нормально пойдет. За 1200 рублей, блин, мне кажется. Что еще этим и требовать? Случилось грустное. Сейчас давайте я вам покажу, что я помыть машину. Она круто выглядит. Все, посмотрите. Огонь вообще блестит, горит. С одной стороны, да, вот. Но если посмотреть, это все мы будем убирать. Просто надо было помыть, чтобы понять, что убирать. Но голубиный помет. Я эту тему слышал. Я никогда не сталкивался настолько жестко. Вот здесь были вот эти голубиные катихи. Они настолько сильные, что они, видите, вкрапились под лак. И теперь вот такая штука происходит. А под лаком вот здесь. Это капот у нас. Нет, крыло нормально. Заднее крыло. Вот здесь вот такая вот голубиная тоже катишина была. Завтра повезу в малярку. Пусть посмотрят. Может быть, они как-то ее полирнут, вышкурят. Убрать вот эти все потертости, шероховатости. И вот эти притертости. Нам надо вот это все сделать. И плюс подтампонить вот эту штучку. Я думаю, она будет вид общий портить. А так, ребята, блин, ну он просто в идеале. Просто ни одного. Ну, тот скол, вот эти притертости в остальном. Ну, не считая голубиного помета. Ну, вот так взять, он весь в родной краске. Прикиньте, вообще бомба. Я думаю, что новый хозяин очень сильно порадуется такому приобретению. Встречайте, забрал схемчистки, полировки. Форд готов к продаже. Давайте посмотрим, что сделали и как это получилось. Во-первых, вы помните капот? Какая была жесть. Сейчас жесть немножечко осталась. Да, но с этим уже ничего не поделать. Рука у меня не поднялась красить капот. Но это было бы вообще кощунство на машине в родной краске. Покрасить капот из-за вот таких, ну, небольших остатков пятен. Я думаю, что, ну, это того не стоит. В остальном, да, есть маленькие скольчики, с ними уже ничего не поделать. Но это десятый год, ребятушки. Посмотрите, помните, здесь была дикая притертость. Она осталась немножко, но то, что было и то, что осталось, это вообще все ерунда. Ее полирнули. Полировка вышла мне 3000 рублей. Плюс мне химчистку как бы сделали в подарок, можно сказать. Ну, сделали. Остался вот такой скол. Вот, надо его подтампонить, доехать купить краску, пока еще не сделает. Ну, и здесь немножко притертость. В остальном, смотрите, встречаем. Блин, я, честно говоря, такого состояния давно не встречал, чтобы десятого года была машина, вот так сохранилась. Тем более Ford, знаю вот эти болячки их. Давайте салон покажу вам. Сделали химчистку, да, коврики я уже подпачкал. Ну, посмотрите. Ну, вообще, вот это, видите, ворс вот этот, вообще навье. Просто навье, он не стесан, он не замурыжен. Посмотрите, здесь вся структура сохранилась. Вот эти места, пороги, все, вообще никаких царапинок. Посмотрите, здесь все как новое. Ну, завод, рулечек, посмотрите. У них, да, стирается, но это ерунда, вот эта мелочь. Вот, в остальном он просто идеальнейший. Короче, я могу долго нахваливать эту машину. Сейчас расскажу, давайте, сколько ее поставлю и как мы ее с вами будем продавать. Поставим по цене мы ее 485 тысяч рублей. Это верх рынка. Это дорого за эту машину, я понимаю. Не надо возмущаться, что вот, частник бы мог ее купить по той цене, по которой ты взял. Не мог, потому что она не была на площадках с объявлениями. Продавец не хотел категорически морочиться и размещать ее. Ладно, не об этом. Мы ее поставим 485, при хорошем раскладе отдать бы ее за 470. Давайте мы как с вами сделаем? Я ее размещу на площадке с объявлениями, попродаю и дальше прокомментирую продажу вообще, как активность, как звонки, потому что эта машина будет продаваться поверху рынка. Ожидая то, что где-то 2 недели будет цикл продажи. Ну, то есть нужно дождаться клиента. На такую цену, на такой автомобиль перекуп не приедет. То есть должен приехать клиент, который именно ищет 2-х литровый фокус там в родном окрасе с минимальным пробегом и забрать эту машинку. Ладно, давайте попродаем и дальше прокомментирую. Не прошло и суток, форт продан. Я, честно, сам не ожидал. Я думал, что будет продаваться где-то неделю-две, потому что цена была дорогая. И мне многие из вас в инстаграме писали, что ого, 470 я хотел за него. Поставил в объявлениях я его 485. В этот же день, то есть вчера, я размещаю машину. Мне звонит человек, говорит, она мне интересна. Я приеду, он подбирал под клиента, приехал, посмотрел, его все устроило. Я думаю, он посмотрит, возможно, это видео, кстати. Он меня даже узнал, я так понимаю. Все, они сегодня приехали, забрали. То есть даже суток не прошло, машина продана. С торгом 30 тысяч рублей. Объясню, почему подвинулся 30-ку, то есть я ее поставил 385. Мы поехали на сервис, там надо поменять один шрус, плюс еще нет резины, лобаж трестый. Ну было на что скидывать, действительно. И я придерживаюсь принципа, вот есть первый клиент с деньгами, все отдавать. Ну если там торг в пределах адекватного, я считаю, что здесь для быстрой продажи за один день это адекватный торг. Короче, ребята, хорошая продажа, хорошая сделка. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока.